здравствуйте я снимал вас неделю назад вы также стояли у красного проспекта что изменилось за неделю нас стало больше насколько мы видим плакаты вот можете посмотреть их практически не осталось то есть у нас сейчас цепочка вытянулась практически до администрации в смысле до этого до загсобрания до этого до обл администрации собрание на кирова до загсобрания на кирова до обл администрации люди присоединяются люди видят что эту проблему можно решить что стройку можно остановить что мы двигаемся и мы хотим чтобы нас услышала мэрия города новосибирска стройка продолжается стройка продолжается очень потихоньку медленно и со скрипом но пока к сожалению она продолжается продолжается ситуация по строительству поточные застройки на красноярской 132 о смотрите что это все про формула 1 это мы еще отдельно поснимаем о а вот депутат на газа канадо этом собрании здесь делаешь ханов и нет дома ничего делать шляешься по городу вирус распространяешь маску надень на нос я зашли прямой эфир методом обычно контролируйте вот такие как ты контролирую вот таких как ты проходимцев не надо всерьез вот ситуация по красноярской 132 на года имеет развитие она не имеет никакого развития потому что по моему все в сговоре и так руку правоохранительные органы шлют отписки прокуратура полиция не отвечает вообще вместо того чтобы разбираться с преступлением совершенным землей полиция сейчас начинает прессовать вот этих вот битингующих пикетирующих они не политические сейчас начнет полиция прессовать будут политическими мозги надо иметь в том числе и в полиции просто надо иметь мозги если нет мозгов у локтя значит нужно иметь мозги совести нет у него разрешившему вот это строительство обещавший локоть когда избирался покончу с точечной застройкой что покончил 41 миллиарда долги сейчас по аренде земли куда он складывать в карман себе складывать но совесть надо иметь ведь город довел уже до ручки понимаете до ручки уже довел город это депутат законодательного собрания константин антонов он впервые избран по железнодорожному району и как раз на его округе находится этот самый дом красноярская 132 сейчас я пока буду идти вдоль этого пикета такого массового постепенно расскажу я ни с кем не контактирую пойду маску пока сниму так воздуха хоть больше по ветру вирусная ранее распространяется как наверно я не слышал голос протестующих недели назад эти люди уже выходили сюда с этими плакатами люди выступают против точечной застройки в железнодорожном районе там улица железнодорожная по моему красноярская по адресу красноярская 132 находилась мип это миф а вы против кого долгострой долгострой . тульская понятно вот эти дольщики которые ждут квартир требуют чтобы мы построили а жители уже существующих домов протестуют чтобы на ворот стройки не было а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Мало этого. А что там раньше было? Раньше была фабрика шоколадная. Красивая. Они говорят, что это фабрика. Она такая как развалюха. Они развалены. Вы знаете, мы из окна смотрели, там с разбойными молотками ее ломали. С сайдингом обшиты были. С сайдингом обшиты были. А потом все драли. Они еще не начали. Они еще, знаете как, они еще только защищали. Понятно, готовятся. А что вы хотите, чтобы было на этом месте? Мы хотим, не знаю. Мы хотим, я не могу сказать, что. Может поликлиник, может детский сад, может дверик. Я слышу, у вас проблемы с поликлиникой? Да, да. Поликлиники, конечно, народу много очень. Но не многоэтажку строят. Представляете, 24 этажку. А вы вот сходите. Я там бы вас снимал, да. Ну вот. И посмотрите, а где машины будут стоять. Вы можете найти у меня репортажи, в том числе со съемкой с квадрокоптера сверху этого двора, где собираются ваткнуть еще одну многоэтажку. И жители соседних домов беспокоятся и за свои дома, и за их безопасность, и за то, что поликлиники и детские сады будут переполнены. Как видите, выходят люди, в том числе, не молодые. Меня удивляет, закончив свой спич по поводу массы мероприятий. Почему люди, которые никому не мешают, которые просто выражают свое мнение, порой вот так молча стоял, почему их надо наказывать? За что? Кому они мешают? В чем заключается их преступление? Все. 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 Депутат Антонов нас обогнал А сейчас они построят, отгородятся и то же самое А тертышный обещал, коммунист, депутат тертышный Ходил там такой вот, весь из себя, тертышный Он же обещал, прекращу стройку Вы увидели? Ничего он не обещал, я его не видел, он там и не ходил, по-моему Но он садит, штаны протирает сейчас заместитель председателя горсовета Его там хорошо, тепло, высину тоже веет Депутат Антонов закончил? Да, депутат Антонов тоже закончил Следует по маршруту, у нас стоит простынок эпикетов И интересуется, приходил он и депутат коммунист Таркышный Дело в том, что... Покажите, пожалуйста, ваш плагар Да Здравствуйте Вы вдвоем? Вдвоем Почему вдвоем? Подрастающее поколение тоже хочет участвовать в борьбе с несправедливостью Здравствуйте 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 Покажите, пожалуйста, ваш плагар Коррупция по локоть Почему люди так активно высказываются по поводу мэра? Потому что, во-первых, зона ответственности мэра Во-вторых, мэр Локоть во время своей первой предвыборной кампании активно выступал и раньше, когда был депутатом Активно выступал против точечной застройки А вот теперь, на примере Краснодарской 132 мы видим, как точечная застройка Точечная застройка сильнее обещаний гражданачальника коммуниста Тертышный, про которого вспоминает Антонов Это депутат-коммунист Вот что ему важнее Мнение его избирателей Или мнение коммуниста и мэра Покажите, пожалуйста, плакат Здравствуйте Боремся с точечной застройкой За права граждан, живущих в районе Краснодарской 132 Мы хотим оставить свои законные права И доказать чиновникам с мэрии, что не все решается за деньги И что жители должны жить в достойных условиях Нет стройки Продолжение следует...